Всем привет, меня зовут Юлия Месса, и я вас приветствую на просмотре пятой серии восьмого сезона шоу ТОП Модель по-американски. За эту неделю произошло много ярких событий, даже чуть охрипше. Только вчера завершилась неделя моды в Москве, у меня получилось на ней поучаствовать в качестве блогера, я посмотрела, по-моему, больше 15 показов. Все отсняла во влог, который прямо сегодня планирую смонтировать и выложить максимально оперативно. Там мы встретились впервые с девчонками-подписчицами с Телеграм-канала, у меня даже в Телеграме удалось достать для вас пригласительные, чтобы сходили на показ. Безумно рада, что так получается, что сообщество еще и начинает работать на нас с вами, что такие интересности получаются. Девочки познакомились, я с ними встретилась, одна из девушек даже ходила на подиуме. И, наверное, вы уже успели заметить короткие ролики, которые уже вышли в шортс, в клипах, в ВК и в Инстаграме, в Reels. В коротких форматах я позаписывала интервью на самые интересные вопросы, сколько зарабатывают модели на московской неделе моды, как их там кормят. Я взяла даже интервью одного из дизайнеров недели моды и расспросила, как туда попадать сейчас, насколько это сложно. Визажист, кастинг-директор, фотограф разным людям задала вопросы, которые могут быть нам с вами всем интересны. Я надеюсь, что вы их увидели. Если не видели, обязательно посмотрите. На влог ссылочку тоже обязательно прикреплю. Если кратко, я довольна, как прошла у нас неделя моды. Было очень много интересных показов российских брендов и не только российских. Последние сезоны она приближена к тому, что было раньше, к Mercedes-Benz неделе. Было очень интересно быть гостем, посмотреть на это все и записать вам. Удивительно, какие люди собрались вот по ту сторону от меня экрана. Даже на финальном показе, например, меня узнала девушка. Она, например, делала каст на крутой показ, завершающий всю неделю моды. Тоже покажу его во влоге, обязательно посмотрите. Вы невероятно крутые. Я рада, что у меня получается таких людей здесь собирать. Спасибо вам за то, что смотрите вместе со мной. Давайте не будем это откладывать и начинать смотреть. Даже представить не могу, что нас сегодня ждет. Но кто-то заспойлерил, что сегодня будет какая-то съемка более интересная, более стильная, что ли. Ждем. В предыдущей серии Телефон и звонок из дому Принес Джейл трагическую весть о смерти подруги. Все будет хорошо. Не волнуйся. Девушкам пришлось обнажиться на фотосессии. Знаешь что, Джейл, я себя лучше чувствую обнаженной. Но фотография Кассандры не получилась. Ты слышала, судья? Тишина. И ее отправили домой. Осталось 10 девушек. Кто уйдет домой сегодня? Девушки отдыхают. Джейл. Жаслин. Топ-модель по-американски. Стайри Бэнкс. Я больше никогда не хочу оставаться последней. Я этого не вынесу. Они сказали, что я не модель. Когда они это сказали? Она мне говорит, я вижу красивую девушку, но судьи не видят в тебе модель. Я бросила очень хорошую школу, чтобы приехать сюда и стать топ-моделью. Если я вернусь в Дартмонд, я уже не буду получать стипендию, и мой долг перед папой будет 9 тысяч долларов. Если вы не видите во мне модель, значит, я должна сделать так, чтобы вы ее увидели. Письмо от Айры. Умейте принять любую позу с легкостью, с любовью, Тайра. Мой маленький кузнечик. Будем танцевать перед зеркалом, чтобы видеть. Я знаю, что Джейл очень расстроена из-за смерти своей подруги, но если я возьмусь научить ее танцевать, это немного отвлечет ее. Раз, два, три, четыре. Моя подруга умерла, но я не одна переживаю это горе. Мне повезло, что у меня в доме есть друзья. Здорово. Нужно девушкам показать. Мы веселимся, как дети. Я чувствую, что многие девушки не понимают меня. Они все время ищут повод, чтобы обидеться на меня. Не знаю, они меня просто не любят. Про Рене много в комментариях намеков на то, что дальше мы что-то узнаем, что что-то будет в спецвыпуске. Я пока не гуглю информацию, только вот комментарии, к сожалению, со спойлерами некоторыми мне попадаются. Прошу тоже, да, следить за этим. Но что-то там неладное дальше с ее, видимо, судьбой. Сегодня утром я проснулась с новым настроением и решила так. Рене, тебе надо наладить отношения с ними. Я всегда относилась к тебе очень хорошо. Только не надо оправдываться. Мне нельзя иметь свою точку зрения, да? Я хочу победить в конкурсе, но это будет трудно с таким отношением. Я не должна злиться на всех. Я должна измениться. Джейл, что? Я тебе что-то принесла. Что? Ты только не обижайся, я этого совсем не хочу. Почему я должна обижаться? Это строгий жакет, но без галстука. Ладно. Тебе нравится? Мне нужен галстук. Хорошо? Я подумала, что это поднимет тебе настроение. Спасибо. Мне нравятся фразы «Сегодня утром я проснулась с новым настроением». Просто Рене вот в этом как муд по жизни. У меня нет раздвоения личности. Я просто просыпаюсь каждый раз с разным настроением. Рене нарисовала мне отличную картинку. Я такого даже не ожидала. Здорово. Я повешу ее вот сюда. Когда я приду в себя, я буду понимать, что происходит в мире. Замечательно. Я вот пока не уверена, кто это, но у меня сразу всплывает имя Бенни Ниндзя. Если сейчас это не он, я не понимаю, откуда оно всплыло. Но вы, я уверена, кто фанаты шоу, поймете, как у меня все это связалось. Я испугалась, когда увидела офицера полиции рядом с нашим лимузином. Выйдите из машины, пожалуйста. Отлично. Во что мы вляпались? Теперь всех моделей арестуют. Девушки, я не настоящий полицейский. Меня зовут Бенни Ниндзя, и сегодня мы поговорим о позах. Откуда это в моей голове? Я не помню ничего, но вот именно это имя, посмотрев на то, как он позирует, всплыло. Просто как работает, я не знаю. Но у меня о нем позитивное впечатление, что он какой-то нетоксичный здесь был. Идите за мной. Добро пожаловать. Я отец-основатель Дома Ниндзя, где мы пропагандируем вогинг. Он зародился в 70-х годах в Гарлеме. Мы перенесли его в клуб и начали проводить конкурсы. Если добавить движение к позам, вы получите вогинг. Вот так. Или так. Любую позу нужно довести до предела. Каждый снимок должен быть другим. Не заставляйте их зря тратить пленку. Я хочу устроить соревнование между вами. Вы будете состязаться в позах друг с другом. Я приглашаю тебя и тебя. Он указывает на меня и на Сару. Ну что ж, я готова. Ваше задание – лицо. Начали. Дальше. Дальше. Фелиция – удивительная девушка. Она так органично позирует. Поза. Очень хорошо. Видимо, я всех обошла. Кто лучше всех покажет туфли? Поза. Поза. Рене и Диана. Поза. Поза. Стоять необязательно. Наша тема – туфли. Поза. Так, хорошо. Сумка. Бритни, Наташа. Следующая пара. Поза. Поза. Очень хорошо, девушки. Мне кажется, что это не самое, кстати, простое задание для них, но все неплохо справляются. Как-то вот Наташа показалась мне только здесь, ну, нелепо, что ли, выглядящей. Ну ладно, это Наташа. Элегантная модель на полу. Жаслин и Диана. Поза. 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 Я бы никогда не подумала, что я могу принимать такие позы. Я была новобранцем, но справилась неплохо. Очень хорошо, замечательно. Удивительно, кстати, они прям наравне. Я думала, что Жаслин сейчас ее сделает, но они молодцы. Вообще нелегкое задание. А теперь я хочу видеть ваши лица. Уитни и Джейл. Поза. Поза. Уитни просто великолепна. Она быстро переходит от одной позы к другой. От одной к другой. Именно этому я и хотел научить девочек. Она показала все, что я хотела увидеть. Да. Хорошо. Поза. Вот так это и должно выглядеть. Молодец. Итак, девушки, что нам надо делать? Тренироваться. Бенни — это чудо. Я очень многому у него научилась за то время, что мы провели вместе. Спасибо. Желаю удачи. Пока, Бенни. Письмо от Айры. Лучший способ совершить преступление — это совершить его красиво. Мы будем позировать. Кстати, я в Телеграме делилась, но почему-то не все еще подписаны. Вы, наверное, не в курсе. На неделе моды там было, ну, такое лектории, что ли. Приходили люди, связанные с фэшн, давали лекции, общались, ходили на маркет, там смотрели. И там была, вы не поверите кто, одна из судей будущих сезонов топ-модель по-американски. Сейчас, если вы не хотите спойлера, перемотайте на пять секунд. Ну, там просто судью я назову, если вспомню, конечно, ее имя. Келли Катрон. Я вам здесь вставлю фотку прямо с недели моды, что она там была. Я, честно, я была очень удивлена. Там даже есть интервью, вот я делилась им в Телеграме, с ней. Ну, там, конечно, немного все выглядит, как будто ее заставили это сказать. Ничего не буду, как бы, скрывать. Но, тем не менее, прикольно, что она там была. Я удивилась. Мы ждали Тайру, там, мисс Джея. Тоже ждем вас, если что, на следующий сезон. Сделаем вам випки. Не знаю, как, но мы договоримся. Что значит свирепое лицо? Это когда всего слишком много. Да. Намного больше. Фелиша такая милашка. Она просто всем помогает. То танцевать научила, то сейчас помогает позировать. Мне она нравится. Мы с Фелицией подружились. Я смотрю на нее, как на свою младшую сестру. Она такая красивая девушка и похожа на Тайру. Я думаю, что она хорошо покажет себя на этом конкурсе. Давай посмотрим на фотографию Тайры. Это свирепое лицо? Они все время путаются. Тебе нужно купить новые пряди. А что произошло? У нас Рене теперь дружит, да? Я забыла имя девочки. Они же у них же там постоянно хотели в контры вогнать. Как будто, вы знаете, вот у меня ощущение от этого всего сейчас, что Рене сказали держать образ такой стервы, да? А потом она так говорит, все, надоело, меня никто не будет любить. Я возвращаюсь в нормальное состояние. Либо сейчас это образ добрый. Вот что думаете? Рене может быть такой разной. Она может быть веселой и милой. А может быть ужасной язвой. Но ко мне она хорошо относится. А остальное меня не волнует. Я никогда не делала себе наращивание и могу учиться только на фильмах. Рене очень хитрая девица. Она ищет в доме таких девушек, которыми можно легко манипулировать. Я ей не верю. И никогда не поверю. Не дождется. У меня ожог на лице. Я обожглась щипцами для волос. Я не знаю, что мне теперь делать. Моя подруга умерла, и мне нужно все время держать себя в руках. Выглядит это очень больно. Мы приехали в какое-то большое здание в центре Лос-Анджелеса. Что мы здесь будем делать? Как дела? Хорошо. Вы находитесь в хаус Ля Бэнкс, где Тайра хранит под замком свои секреты позирования. Вчера мы с вами говорили о позах и движении. А сегодня мы проверим, что вы усвоили. Одна из вас выиграет вот это. Я не знаю, это не Бэнни Ниндзя, это Тинки-Винки, Дипси. Ляля. Это Ляля. Браслет с бриллиантами ценой в 40 тысяч долларов. Почему он такой некрасивый из-за этих 40 тысяч долларов? Можно мне объяснить, пожалуйста, что это такое? Но для этого вам придется немало потрудиться. Каждая из вас сможет показать свою гибкость и прекрасные позы, когда будет проходить через лабиринт из лазерных лучей. О, боже. Переодевайтесь, я жду вас в хранилище. Ну, прикольно, заморочились, придумали. В качестве приза браслет за 40 тысяч долларов. Я должна его выиграть. У нас с мужем сейчас плохо с деньгами, и это было бы новым стартом для нас. Добро пожаловать, девушки. Это ваше задание. Правила такие. У вас будет две минуты, чтобы пройти весь лабиринт. Если вы прикоснетесь к лучу, прозвучит сирена, и вы должны вернуться и начать снова. Та, кто пройдет весь лабиринт, получит ключ, который откроет коробку с браслетом. О, нет. Даже если вы пройдете весь лабиринт, вы не обязательно станете победителем. Я сам решу, кто был самым грациозным и чьи позы были лучшими. А вот это уже нечестно. Если уже вы делаете на время, и с ключом, что надо успеть, тогда уже пусть кто успеет. Я вот и не согласна. Я вот, не знаю. Я пересмотрела «Выжить в Дубае». Я подсела, представляете, я подсела на шоу, я первый раз в жизни. Я из таких шоу, вот, ТНТ-шных смотрю, только холостяк. Но это я, не знаю, не могу вот смотреть. И тут у меня «Выжить в Дубае», потому что был какой-то скандал в Инстаграм. Мне стало интересно одну серию посмотреть, что там произошло, и все у меня затянуло. Вот, ну, там бы такое не сделали. Там бы кто вы успел, кто успел. Кто, смотри, по-американски. Вы что, ломаете правила? Эта девушка и станет победителем. Дион, ты первая. Нет. Удачи тебе. Почему именно я? Почему он меня выбрал первой? Эти лазеры так перепутаны. Как я пройду под ними, если еще и позировать нужно? Боже мой. Начали. Назад. Я пробираюсь под лучами, и мои волосы зацепили один. Мне пришлось вернуться. Возвращайся обратно. Я опять что-то задела. Нет, я не могу позировать и одновременно обойти все лучи. 20 секунд. Я постараюсь пригнуться как можно ниже или как-то перекатиться, чтобы дойти до конца и взять ключ. 5, 4, 3, 2, 1. Получилось, кстати, довольно быстро и грациозно, кстати. Поздравляю. Бери ключ. Это было труднее, чем я думала. Следующая, Бритни. Начали. Помни о позах. Да. Поздравляю. Бери ключ. Уитни. Пришла моя очередь пройти лабиринт. Я думала только о том, чтобы все сделать как можно лучше. Позируй. Правильно. Уитни ошеломила меня. У нее были феноменальные позы. И она все время смотрела на меня. Поздравляю. Бери ключ. Беги. Начали. Жаслин. Помни о позах. Я старалась позировать и быть как можно более сексуальной. Хорошо. Моя цель – дойти до финиша. Поздравляю. Бери ключ. Фелиция. Вот так. Я вижу, что она занималась танцами. Мне легко пройти этот лабиринт. Занятия танцами дают мне преимущество. Поздравляю. Бери ключ. Наташа. Пять, четыре, три, два, один. Поздравляю. Бери ключ. Сара. Поздравляю. Бери ключ. Диана. Поздравляю. Бери ключ. Пять, четыре, три, два, один. Джейл. Поздравляю. Бери ключ. Ему будет сложно выбрать. Они все круто справляются на самом деле. Ну, не берем вот это, задевают, не задевают, но они стараются, позируют, стараются быть грациозными, как он просил. Я вела себя ужасно глупо, но мне было весело. Рене. Она отлично движется. Только так можно получить браслет. Ты очень хочешь получить приз? Я бы тоже хотел. Вот так ты его не получишь. Десять, девять, восемь, семь, шесть, пять. Извини. Я не могу поверить, что все, кто выступал до меня, получили ключ или нет. Я надеялась, что смогу оплатить все свои счета, потому что у нас много долгов, нам негде жить, но я провалилась. Я подвела свою семью. Девушки, вы выступили прекрасно. Рене, ты не дошла до финиша, но ты очень старалась. Помните, что я уже выбрал победителя. Она показала самые лучшие позы и движения, поэтому ее ключ откроет ту коробку, где лежит браслет. Девочки, открывайте свои коробки. Прикольно, видели, она прям напоследок оставила, не открывала долго эту коробку, пока все не открыли. Открыла, ой, у меня аж мурашки прям, я рада за нее. Я должна своему папе 9 тысяч долларов за обучение, но я все равно сохраню этот браслет. С ним связаны такие воспоминания. Сценаристы просто, да, я уже забыла про то, что они нам вкинули про обучение, что она будет должна папе, если уйдет, но это интересная отсылочка. Письмо от Тайры. Не добивайте себя мыслями о своих успехах, но убейте меня своей убийственной красотой. С любовью, Тайра. Я совсем упала духом за последние дни. Я думала, что я буду лучшей, но пока у меня не получается. Я сделала так. Алло. Привет, дорогой. Привет. Ты можешь приехать за мной? А что случилось? Я больше не хочу здесь оставаться. Почему? Не хочу и все. Это была дурацкая затея. Я должна быть со своей семьей, а не с этими глупыми девицами. Она говорит по телефону? Сейчас моя очередь. И мне нужно пять минут. Я так скучаю без вас. Я тоже скучаю. Мы все скучаем, детка. Пусть освободит телефон. Она была первой. У тебя был удачный день? Нет. Нет? Пусть заканчивает. Хватит болтать. Скажи ей, что сейчас моя очередь. Она скучает по своему ребенку. Да, я знаю. Что там у тебя? Уходите, я с мужем разговариваю. Нам тоже нужен телефон. Все хорошо. Я ненавижу этих девиц, Джейсон. Мне хочется их всех поколотить. Она совсем расклеилась. Что ты ей наговорила? Ничего. Я просто спросила, что у нее случилось. Она говорит, уходи, я с мужем разговариваю. А я ей сказала, что я тоже хочу позвонить. Что она уже долго разговаривает. А она что? Она говорит, закрой дверь. Рене все время бросается на всех. Ее отношение к другим никому не нравится. Она может взорваться в любой момент и по любому поводу. Никогда не знаешь, кто подвернется ей под руку. Поэтому нужно всегда быть готовым. Мы приехали в большой отель и поднялись на 12 этаж. Доброе утро. Как самочувствие? Хорошо. Чем вы занимались на этой неделе? Позировали. Вы должны знать, как вдохнуть немного жизни в мертвую позу. На этой фотосессии вы будете... Капец. Вы понимаете, что я в той серии, по-моему, я говорила, что... Сейчас мы проверим, да, была ли случайность, когда в предыдущем сезоне, в предыдущем у... Господи, у меня имена все вылетают. Тоже умерла подруга у девушки и устроили фотосессию на кладбище. Я думаю, ну сейчас-то они как бы не будут же этого делать. И просто они ставят фотосессию с мертвыми позами. Ну это... Это уже просто не... Это... У меня даже слов нету на это. Я считаю, что это ненормально. Я понимаю, что они хотят хайпить, но не на таких же вещах. Жертвами преступлений. Вы все будете мертвыми. И оказывается, вы убили друг друга. Я не хочу, чтобы вы просто лежали. Я хочу видеть жизнь даже в мертвом теле. Мы должны быть мертвыми, но живыми лицами. И я задумалась, как можно быть мертвым, но с живым лицом. Странно. Сегодня с нами будет работать фотограф, который снял множество обложек и не раз работал с нами. Мистер Майк Розенталь. Привет, Джей. Сейчас мы идем делать прически и макияж и начнем работать. Как можно с такой короткой стрижкой обжечь щеку? У меня была нервная неделя, но я постараюсь сделать хороший снимок. Тебе нужно поиграть жертву ожога. Я очень волнуюсь, потому что я одна из всех девушек выбыла из последнего конкурса. Теперь мне нужно отработать лучше всех. Рене отравлена. Боже, ну и картина. Отлично. Мне нечего сказать. Это очень хороша, Рене. Это обложка для высокой моды. На самом деле, эта картинка очень красивая. У Рене очень сильный взгляд. Я думаю, там очень хорошо получится на самом-то деле. Но вот тут вот тоже проработанная локация, да, идея. Фотограф, насколько я помню, хорошо снимает этот Майк Розенталь. Это работа настоящей супермодели. Я все классно сделала. Алло, алло, все, не забирай меня, не забирай. Я передумала, пока-пока. Девушки. Это просто настроение. Она сегодня просто осталась настроением победительницы. В тот раз просто настроением уехать домой. Что, какие вопросы. Я не передам девочкам слова Джея, потому что они и так меня ненавидят. Рене была неотразима. Чача, она догоняет тебя. Успех других – лучшая мотивация для меня. Я серьезная. Каждый кадр, начиная с пробного, можно показать судьям. Я сказала, что ты отлично отработала. Они и так меня... Джея просто обожаю. ...ненавидят. Почему? Что случилось? Я стерва. Я стерва. Ты креативная девчонка. Найди способ красиво упасть. Жаслин. Падение с крыши. Мне как будто сломана лодыжка. Моя самая опасная соперница – это Жаслин. Она очень способная девушка и может стать хорошей моделью. Крупный план, отличный. Меня совсем не раздражает, что все девушки смотрят. Они меня не смущают. Я знаю, на что я способна. Кто бы ни стоял рядом, я все равно останусь с собой. Ча-Ча – смелая дива. Ча-Ча. Все, что мы снимали до сих пор, было отлично. Какая гадость, ребята. А если я как будто упала? Попробуем и посмотрим. Бритни убита током. Отлично, замечательно. Мне очень не хочется так поступать с тобой. Неправда. Вам даже нравится. Я лежала на полу в воде. Они вылили на меня столько воды. Это было ужасно. Отлично, Брит. Ты умеешь выкладываться. Можно мне полотенце? Дайте ей полотенце и сделайте укол от столбника. Пока все делали макияж, я наблюдала за девушками. Филиция меня ужасно напугала. Эта шея... Все так страшно. А Диана... Если честно, это очень жестко. Я даже думаю, что вдохновило на такую фотосессию. Как они это придумали? Откуда эта идея пришла? Ну, это такой хоррор. Я думаю, что тут есть любители хоррора. Есть те, кого это может ригернуть. Я надеюсь, что вам окей такое смотреть. Но будьте аккуратны, пожалуйста. Все. Хорошо. Это фейковое, да, все у нас тут на экране. Уитни выкрала все мои внутренние органы, а потом зашила меня. Сделай так, что правая рука как будто сломана. Хорошо. Диана, украдены внутренние органы. Замечательно. Отличный снимок, Диана. У меня очень красивый макияж. Я была очень довольна им. Боже мой. Я знаю, что ты вся в крови. Ты только не думай об этом слишком много. Я знаю. Майка, она фотограф. Она сама придумает позу для тебя. Я фотограф, и поэтому слишком много думаю о кадре. Он пытается отвлечь меня от этого. Сара, падение с лестницы. Сделай что-нибудь с правой рукой. Да, хорошо. Только не морщи лоб, ты уже мертвая. Джейл, задушина. Это явное позирование. Ты стараешься выглядеть мертвой, но ничего не получается. Смотрите, нам, кстати, поменяли почему-то местами. То есть, если вы заметите, вот только что на фоне стояла Диана с еще пока укладкой, которая в процессе изготовления. А у нас уже она отснялась по таймингу. Поэтому почему-то для сюжетной линии, видимо, они поменяли местами девушек. Последний кадр. Стоп. О чем ты думаешь, Джейл? Моя подруга умерла. Правда? Да. Я уверен, что сейчас тебе надо думать о другом. И я объясню, почему. У тебя в голове очень-очень тяжелые мысли. И это не позволяет тебе сосредоточиться на том, что ты делаешь. Тебе нужны другие эмоции. Слишком тяжелые? Да. Они мешают тебе работать. Да, я это понимаю. Понимаешь? Мне очень хочется сделать хороший снимок. Снимки неплохие, но ты не должна поддаваться этим чувствам. Помни, что тебе надо работать. Да. Понятно? Хорошо. К сожалению, я не узнал, что случилось с подругой Джейл. У нее получился неплохой снимок, но было очевидно, что она не сосредоточена на работе. Давай, отойдем в сторону. Я не могу все время веселиться. Я знаю, я знаю. А мне кажется, что они не понимают, как это тяжело. Я даже не помню, как я была на площадке и как снималась. Я помню только, что я старалась не плакать. Камера дрожит. Я после тебя. Ты не смотришь в камеру. Мы должны видеть на снимке мертвое тело. Фелиция обезглавлена. Ты похожа на труп. Спасибо, Джей. Я не думаю ни о чем, когда пасирую. На лице не должно быть никакого выражения. Взгляд в облака. В общем, мертвый. Ты как будто легла вздремнуть, а мы хотим видеть картину жестокого убийства. Она мне очень напоминает Тайру. Сейчас даже по мимике. Уитни, удар ножом. На прошлом отборе Тайра сказала мне, что судьи считают, что из меня не получится модель, что я – это просто красивое лицо, и они хотят видеть, что я могу позировать как модель. Чтобы не подливать масло в огонь, я должна сделать все возможное. Хорошо. Извините. Наташа, здесь не холодная Россия. Боже, они обливают меня водой, и мне кажется, что все мое тело пронзают иголки. Поверни голову сюда на секунду, как будто она, Наташа, утоплена. Отлично. Я не знаю, что случилось с девочками. За два кадра ты превратилась в хорошую модель. Спасибо, мистер Джей. Повернись немного. Я была похожа на очень богатую женщину. У меня было вызывающее черное платье. Дион, застрелена. Пока все хорошо. Сделай так, чтобы взгляд не был сфокусирован. Одну ногу положи на другую, и правую руку на трубу. Я сейчас представляю, сколько работы было проведено, чтобы сделать эти кадры. Обратите внимание, насколько сейчас вот в этой съемке конкретно проработанные локации. То есть это не один фон, где модели приходят одна за другой. Это полностью от одежды, прически до обуви и другой локации, проработанная история. Это очень круто. Я хочу такие съемки. Я, возможно, не хочу такие тяжелые темы, да, часто. Но с точки зрения именно интересности кадра, я думаю, что получится у нас съемка довольно... Ну, на нее стоит посмотреть, да. Не то, что было в прошлый раз у нас. Конечно, это кринж. Дион нужно было немного времени, чтобы разогреться. Но все равно импровизации не очень много. Больше правдоподобности. Даже страшно. Все сегодня так хорошо работают, я не могу понять, что бы это значило. Это значит, что никто не уйдет домой. Судим, будет нелегко принять решение. Все девушки показывают такие результаты, которых я не ожидал. Я думаю, это просто потому, что съемка проработанная, команда нормальная, фотограф адекватный и образы понятные, да, хотя бы для них. Письмо от Айры. Завтра вы встречаетесь с судьями. Только девять из вас продолжат борьбу за титул «Топ-модель» по-американски. С любовью, Тайра. Как мне хочется получить хорошие отзывы. Как вы думаете, кто уйдет домой? Я не знаю. Если я получу хорошие отзывы, я не уйду домой. Я не уйду домой. Ты как большой ребенок. Я знаю. Очень нам часто показывают в этом выпуске Фелицию или Фелишу, как правильно назвать. Я пока не разобралась, ее по-разному нам переводят и пишут. Но это обычно не очень хороший знак для нее. Я думаю, что у меня получится отличная фотография. Я почти уверена, что меня похвалят. Я очень хочу показать все, на что я способна. Я многое умею. Ты волнуешься? Нет, хотя я не очень удачно выступала. Я была очень расстроена. Вполне возможно, что у меня не очень хорошая фотография. И меня могут очистить. Вот это меня очень огорчит. Тайра у нас здесь выступает в роли сыщика, в роли Шерлока Холмса, такого своеобразного. Возможно, того, кто раскрывать будет эти все преступления. Прикольно. Ну, прикольно здесь, что тоже она снялась как будто бы не на хромакее, а на реальной локации. Либо тут хорошая обработка была. Мне нравится этот снимок. Один из немногих, который Тайра нам показывает здесь. Добрый вечер. Вы знаете наши призы. Контракт с агентством Elite Model Management, одним из самых известных модельных агентств в мире. Обложка из шесть страниц в крупном модном журнале. И контракт на сто тысяч долларов с известной косметической фирмой. А теперь наши судьи. Известный фотограф Найджел Баркер. Здравствуйте. Мисс Джей Александр, неподражаемая дива подиума. Вы обратили внимание на эти четыре оборки. Это те четверо девушек, которые отдыхают с миром и которых уже нет с нами. Твиги, модная дива. Здравствуйте. И Майк Розенталь, он один из моих любимых приглашенных фотографов на шоу «Топ модель по-американски». Девушки, на этой неделе вы говорили о красивых позах. А на фотосессии вы должны были вдохнуть жизнь в мертвые тела ваших соперниц. Сейчас мы оценим ваши успехи. Рене, ты первая. Я знаю, что кто-то из девушек терроризировал тебя. Что они сделали? Все говорят, что Фелиция похожа на тебя. Я сказала ей, что она совсем на тебя не похожа. И она меня отравила. Хорошо, смотрим твой лучший снимок. У тебя нижняя челюсть имеет форму сердца. Это очень красиво. А еще мне нравится, что даже мертвой ты осталась красивой. Спасибо. Очень красивый кадр. Как и предполагали мы, какой-то невероятный свет выставил фотограф. И эта фотка выглядит одновременно как старый снимок и как картина для меня. Мне очень нравится. Но тут вот мне нравится работа в целом команды и в том числе модели. Рене, ты была очень красивой там, на площадке. И ты очень хорошо выглядишь здесь. В общем, полный пакет. Спасибо, Рене. Следующий – Дион. Ты выглядишь так, как будто только что пришла на кастинг, как будто и не было этих пяти недель. Правда, это плохо. Топ никуда не годится. Всего слишком много. Кружево, блеск, цвет. Так можно в магазин пойти. И твоя челка слишком идеальна. Итак, что случилось с тобой? Сара завидует моим хорошим мозгам и решила вышибить их из меня. Девочка, это замечательно. Мне нравится эта изломанная нога. Это гениально. Джей сказал, что ты сделала много разных снимков, но ему пришлось подсказать тебе твою позу. Не буду лгать, пришлось. Этот снимок получился таким хорошим благодаря расположению твоего тела. Но кроме этого еще декорация, освещение. Очень красивый кадр. У нее, конечно, нога здесь супер тонкая. Прям как будто кукольная какая-то. Мне нравится свет. Мне нравится, что у нее половина тела вообще не видно. Что у нее одна нога в тени вообще, вторая тут. Ну, очень красивая работа именно с точки зрения работы всей команды. Конечно, эта съемка... I like. На бэке мне тоже показалось, что она скучновато работала, но итог у нас хороший. Поэтому я не думаю, что этот снимок будет худшим. Ну, пока и не самый лучший. Посмотрим другие. Представь, что я уберу все это. Что останется? Наташа. Боже, какая мощная фотография. Сравни этот снимок и снимок на прошлой неделе. Что между ними общего? Глаза. Нет, ты снова лежишь вниз головой. Если ты стоишь прямо, то ты делаешь так. Но как только ты повернулась вниз головой, это уже не смотрится. Ты должна понять, как это надо делать. Там было очень холодно, но она работала отлично. Вот почему ты до сих пор здесь. Безусловно. Спасибо, Наташа. Очень красивый снимок. Я в нем вижу прям такую модную историю, высокую моду. Да, я не узнаю здесь Наташу на этом снимке. Но мне нравится. Мне нравится обработка опять. Ну, полностью. Короче, мне эта съемка просто нравится тем, что она очень хорошо проработана. Спасибо. Следующая, Диана. Диана, это твой лучший снимок. Боже, правый. Сломанные куклы. В конец изувеченные куклы. Марионетки. Хорошая фотография. Ты очень хорошо выразила идею. Это была отличная работа, тем более в таком тесном пространстве. Это очень-очень хорошо. Снимок действительно хороший. Ну, что ж. Ну, мне сложно даже вообще кого-то выделить. Сложно обозначить даже, что кто-то лучше, хуже, потому что мне в целом съемка нравится. Я даже не знаю, кого здесь слабым звеном выделять можно. Следующая, Джейл. Наверное, эта фотосессия была особенно трудной для тебя. Она была связана со смертью, а я знаю, что на прошлой неделе умерла твоя подруга. И тем не менее, смотрим твой снимок. Конечно. Что было у тебя? Уитни всегда оказывается без шеи на фотографиях, и она решила украсть мою. То есть она задушила тебя? Да. На это стоит посмотреть. Хорошо. Замечательный снимок. Пока у всех хорошая работа и твоя тоже. Это говорит нам о том, что даже под таким сильным давлением ты способна выдавать вот такие фотографии. Да, в конце тебе удалось сделать отличную фотографию. Ну, у нее здесь такой пустой взгляд, и он здесь настолько в тему. Мне нравятся кадры тоже. Я не знаю, как мы будем голосовать, но все-таки заходите. Вот мне интересно, общее наше такое мнение. А когда будете голосовать, посмотрите, кто выигрывает, потому что для меня прям равноценные снимки. А, кстати, голосовать мы в этот раз будем уже нормальной голосовалкой, не лайками, скорее всего, потому что их 10, да, или еще нет. В общем, заходите в Телеграм, я размещу ссылочку под видео тоже на эту голосовалку. Заходите проголосовать. Очень интересно, как у нас получится распределение наших с вами голосов. Следующая. Жаслин. Что случилось с тобой на фотосессии? На мне было такое красивое платье, что Рене сбросила меня с крыши. Понятно. Снимок превосходный. Смерть – это ты, юная леди. Мне нравится этот контакт глазами. Да. Ты быстро понимала все указания и не стеснялась. Еще один отличный снимок. Следующая, Сара. Мне показалось, что сейчас Жаслин выходила уже, знаете, с такой эмоцией, которую от нее ждет Тайра, но которая все еще ей не свойственна. Я увидела, что в комментариях многие со мной согласились, что зачем Тайра выпытывает из Жаслины энергию, которой явно в ней сейчас нету. И она сейчас прекрасна в этой своей спокойной энергии. Господи, у меня вот сейчас вот 15.05, 5 минут, у меня вот ровно в 15 начали сверлить опять соседи. При этом они не останавливались сверлить, когда час, когда нельзя уже сверлить. Короче, я сейчас, чтобы вы понимали, ходила ругаться уже с ними. Но я встретила их в лифте, мне сказали, что это не они сверлят, но что-то я в это не верю. Короче, меня просто бомбит, что я не могу дома снимать ни в какое теперь время. Просто ни в какое. Я подстроилась под них. Юля бомбит на протяжении 20 секунд. Извините. Ну ладно, мы уже досматриваем. Сара, смотрим на твою работу. Прекрасная фотография. Выражение глаз превосходное. Это очень красиво и очень мертво. Да, спасибо. Мне показалось, что поза была слишком продуманной, но с этим выражением лица все сработало. Следующая, Бритни. Похоже, у Сары получилось немного отключиться от вот этой вот мышления фотографа. Но я думаю, опять же, из-за того, что был сильный фотограф, который может направить и взять все свои в руки. Потому что я думаю, она включалась, не могла расслабиться, когда видела, что не совсем идеально выстроена работа с фотографом. И ей хотелось включиться, потому что она знает, как лучше это сделать. Но это мое предположение, основанное на моем опыте субъективном. Я тоже иногда включаюсь, и мне это тоже иногда мешает, как ей. Но с этим можно работать. Смотрим на твой снимок. Мне нравится нога. Я предложила выйти из ванны, потому что иначе мне бы удалось показать только небольшой участок тела. Прекрасно. Круто, что это была ее идея. И даже то, что свет у нас настроен на ванну, где она должна была быть, все равно это все играет очень круто, как-то кинематографичная картинка у нас получается, за счет того, что она в тени, нога подсвечена. Мне нравится. Если бы не твое предложение, ты бы просто получила хороший снимок. Но теперь он, возможно, станет самым лучшим. Следующая, Фелиция. Хорошо, что они не сказали, что там нет ее лица, потому что я прям боялась. То есть здесь не нужно ее лицо в кадре. Смотрим твой лучший снимок. Все остальные девушки смогли показать какую-то искру даже в такой ужасной ситуации. Но я смотрю на твою фотографию и вижу только мертвое лицо. Я с ними, кстати, согласна. Я понимаю и Фелишу, что здесь ты еще должен показать пустой взгляд, да, отсутствующий. Но при этом мне тоже этот снимок кажется менее интересным, чем все. Хотя, возможно, дело еще и в локации, в самой идее, что были более интересные идеи, что думаете. Либо реально она отыграла не так, как хотелось. Вот тут и становится понятно, что нам ее весь выпуск показывали, клонят к тому, что, видимо, не самая лучшая у нее снимок будет. Ты так привыкла двигаться, что когда тебе пришлось изображать мертвую, ты стала совсем мертвой. Самое простое дело сыграть мертвого может оказаться очень сложным. Проблема в том, что ты ничего не делала, ты просто решила, что этого будет достаточно. Ты одна из немногих, кто с самого начала давал много вариантов. Почему сейчас ты такая застывшая? Я не знаю. Я думала, что получится гораздо лучше. Спасибо, Фелиция. И, наконец, Уитни. Здравствуйте. Здравствуй, Уитни. Я вижу, что ты хочешь блеснуть этой безделицей. Блеснуть там, блеснуть здесь. Расскажи нам, почему ты такая красивая сегодня? Я победила в конкурсе. Вы должны были позировать и пройти под лазерами. И я слышала, что ты отличилась. Так что с тобой случилось? Девушки так завидуют моему бюсту, что они решили разрезать меня и посмотреть, что там. Посмотрим, что они там увидели. По-моему, ты выглядишь потрясающе. Такая красивая шея. Это первая фотография, на которой ты выглядишь как настоящая модель. Реально очень красивая. Она мне, конечно, здесь выглядит как актриса больше, но офигенная актриса. То есть мне очень нравится этот кадр. Она прям взяла себя в руки реально и сделала максимум. И конкурс выиграла с ним. Крутой. Реально крутой. Этого я и добивалась. Очень красиво. Я согласен с Твиги. Это модная фотография, но ты не кажешься мне мертвой. Ты как будто умираешь. Да, именно так. Ты выглядишь... Да. Спасибо. Ну что ж, мы посмотрели все ваши фотографии, а теперь нам пора решить, кто из вас уйдет домой сегодня. Интересная у нас сегодня съемка с историей, даже с историями. Им прописали, почему они в такой ситуации оказались, замешали там всех девушек. Прикольно. Давайте решать, у кого в руках топор с надписью «Топ-модель по-американски» после такой фотосессии. Наташа. Она выиграла русскую рулетку. У Наташи отличный снимок. У Наташи большая голова, и такая особенность дает в камере больше пространства. Это замечательно. Это доказывает, что после смерти есть жизнь. Дион. Мне очень не понравилась одежда Дион сегодня. Она не выделяется среди других. Дион не умеет показать себя, поэтому она так одевается. Она не умеет быть заметной. Я понимаю, что идет пятая неделя, но, по-моему, там что-то есть. Если ее поставить на шпильки, надеть длинные узкие джинсы, взбить волосы, то вы скажете, она классная. Диана. Когда она улыбается и морщится, меня это раздражает. Мне не нравится. Я согласен. Ее улыбка шокирует меня. Я тоже так улыбаюсь. Покажи. Я тебе не верю. Мне сказали, что должна быть видна верхняя губа. Но если улыбаться слишком широко, то она исчезает. И я научилась. Джейл. Я знаю, у нее произошла какая-то трагедия, но за всем этим я не вижу никакого багажа. Мне не нравятся руки на этой фотографии, но лицо красивое. И я в сомнениях. Я не знаю. Фелиция. Она очень красивая, но снимок на этой неделе мне не нравится. Она умудрилась совсем не поймать свет глазами, хотя они и мертвы. Неделю за неделей она ходит с одним настроением. Я похожа на Тайру, я могу то, я могу это. Я думаю, что она вышла на площадку с настроением, что и так все будет хорошо. Мне ничего не надо делать. Поэтому вот такое и получилось. Бритни. Фотография хорошая, мы все время говорим о том, какие они красивые. Но мы не говорим о том, как на них смотрится одежда. Она заставила этот призрак выглядеть на все сто. Витни. Хотя она и не выглядит мертвой, но фотография все равно отличная. Я не вижу здесь модель, но снимок мне понравился. Сара. Я считаю, что Сара – это типичный пример того, кто не обладает типичной красотой, но кто удивительно хорош на снимках. Жаслин. Она выдает один отличный снимок за другим. Но сегодня это личность. Да. Мне понравилось, что Жаслин вышла с настроением сегодня. Уже не первую неделю она выдает хорошие снимки, и это еще один. Рене, это моя любимая фотография, и она всегда выделяется в толпе. Она мне очень нравится. Мне кажется, что Рене немного повторяется. Но лицо все равно красивое. Когда она вышла сегодня, и лицо, и одежда, все работало. Я согласна. Ну что ж, мы приняли решение. Десять красивых девушек стоят передо мной, но в руках у меня всего девять фотографий. Это фотографии тех, кто продолжит участие в конкурсе «Топ-модель по-американски». Я назову первое имя. Рене. Ты сегодня сверкаешь и внутренним, и внешним светом. Судьи сказали, что твоя фотография – их любимая. Поздравляю. Спасибо. Ты продолжишь участие в шоу «Топ-модель по-американски». Спасибо. Я назову следующее имя. Наташа. О, боже! Я вторая! Поздравляю. Да-да-да, что бы ты ни сказала. Бритни. Ты постоянно делаешь замечательные фотографии. Поздравляю. Витни. Поздравляю. Спасибо. Жаслин. Поздравляю. Я назову следующее имя. Джейл. Поздравляю. Спасибо. Ты продолжишь участие в шоу «Топ-модель по-американски». Диана. Поздравляю. Спасибо. Я назову следующее имя. Сара. Поздравляю, Сара. Спасибо. Ты продолжишь участие в шоу «Топ-модель по-американски». Килиция и Дион, подойдите, пожалуйста. У меня в руках только одна фотография. Это фотография той из вас, кто продолжит участие в конкурсе «Топ-модель по-американски». Та, чьё имя я не назову, должна немедленно вернуться домой, собрать вещи и уехать. Я начну с тебя, Дион. Какими бы красивыми ни были твои фотографии, судьи хотят получать удовольствие и от твоего внешнего вида в этом зале. Почти все девочки сделали прекрасные фотографии на этой неделе, и поэтому судьи стали обращать внимание на что-то другое. На одежду, например. Или на то, как вы подаете себя. Я правда не понимаю, чем она сильно прям отличается в одежде от других девушек, кто сейчас стоял вот перед судьями. Реально не понимаю. А теперь Фелиция, у которой первая фотосессия была сильной, вторая была сильной, третья была обычной, а четвертая – самый худший из всех. Судьи начали сомневаться. Она выдохлась? По силам ли ей этот конкурс? Так кто уйдет домой? Ты я? Дион. Для меня неожиданно, что ее сейчас выгоняют, но с другой стороны, я понимаю, что у них сейчас очень сильный состав собрался, и я не знаю, кого бы я вместо нее выгоняла. Я бы Сару выгоняла, наверное, вот так я скажу. Но, не знаю, мне кажется, у Тайры была личная неприязнь еще к ней, потому что ей не нравилось, что кто-то на нее так похож и хочет быть похожим. Поздравляю. Поздравляю. Спасибо. Пора подумать о внешнем виде Дион. И не только когда ты перед камерой. Это очень важно, особенно когда все фотографии получились хорошими. Ты не должна выглядеть так, будто ты только что пришла на кастинг. Прошла уже пятая неделя. Нужно показывать прогресс. Ты должна выглядеть так, будто ты идешь по Парижу, по улицам, на просмотры. Поздравляю. Спасибо. Ты продолжишь участие в шоу «Топ-модель по-американски». Подойди ко мне, Фелиция. Я хочу сказать, что судьи думают о тебе. Они считают тебя красивой, и я считаю тебя красивой. Ты немного похожа на меня, но у тебя есть и твои особые черты. Мне кажется, что тебе надо развиваться, надо понять, что такое высокая мода. Я не думаю, что для тебя все кончено. Ты больше не можешь оставаться здесь, но если ты будешь работать над собой, ты сможешь вернуться. Попрощайся с девочками. Ну ладно, я успокоилась. Тайра ей хорошие слова сказала, но постаралась, поэтому ладно, я спокойна. Я так привязалась к девочкам, как будто они все мои сестры. Я увидела, что некоторые плачут. Мне это было приятно, значит, я чем-то запомнилась им. Я даже рада, что они плакали. Если бы они совсем не всплакнули, когда меня отчислили, я бы разозлилась. А теперь я спокойна. Я расстроена, потому что я рассчитывала продвинуться гораздо дальше. Но придется смириться. Ничего не бывает просто так. Но я не откажусь от своей мечты. Я буду добиваться своего, чего бы это ни стоило. Ничто не помешает мне осуществить свою мечту. Ну, очень красивую девушку. Я сейчас прям засмотрелась на ее разрез глаз. Невероятный какой-то. У нее было несколько классных кадров. У нее получилось запомниться. И по реакции девушек мы можем предположить, что она очень хороший человек. Потому что так не всех провожают. Мне понравилась серия. Пишите, как вам. Телеграм мы сегодня получили очень классную съемку. Я надеюсь, что не самый лучший за сезон. Вот просто. Но она реально была крутая. Майк Розенталь, теперь мы ждем тебя. Когда ты появляешься, теперь мы запоминаем, что фотки будут классные. Приходите проголосовать в Телеграм. Смотрите влог с недели моды. И я надеюсь, что вы хорошо провели время. Что получили, может быть, настроенный день на неделю. В общем, очень рада я, что очередная серия просмотрена с нами вместе. Кстати, а кисы сегодня? А, у нас включили отопление. И киса теперь, мы ее не увидим. Вот здесь, рядом со мной, она теперь будет лежать возле батареи всегда. У нас пока не включили отопление. Она поселилась в санузле, где теплый пол есть. Она просто там, мы поселили ей, ну, подстилочку ее положили. И она там спала, потому что она очень любит тепло. Вот этот вот холодный. Хоть вот на градусов опускается температура, ей не нравится. С вами была Юля Месс. Прощаюсь с вами ненадолго. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok